Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем беседы по книге притчей Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. И напоминаю, что читаем мы два текста. Первый текст в основе своей имеет текст греческий, текст септуагинты. Это перевод профессора Юнгерова. Почему мы берем его за основу? Потому что также с греческого текста переводили на славянский язык. И поэтому в храме мы слышим именно эти тексты, они похожи. В то же время мы сравниваем то, что читаем, с синодальным переводом, который делался с еврейского текста. Иногда они совпадают, иногда отличаются. И эти отличия, эту разницу мы пытаемся осмыслить. Итак, 19 глава. Соломон начинает. Лучше бедный, ходящий в своей честности, нежели богатый, лукавый в речах и глупый. Если нет знания в душе, то нет добра. Кто тороплив ногами, тот спотыкается. Неразумие человека губит пути его, а в сердце своем, он обвиняет Бога. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и настоящим другом. Лжесвидетель не останется ненаказанным, а неправедно обвиняющий не избежит этого. В этих нескольких стихах вводных мы слышим опять, что главной темой, как и, в общем-то, главной темой всей книги, оказывается подлинное счастье и то, от чего оно зависит. Соломон говорит, что бедность и при этом честность лучше, нежели богатство. Лучше, нежели быть лукавым в речах своих и глупым. Почему же это так? Казалось бы, бедный человек, в чем польза от его честности, если ему нечего есть, если ему нечего одеть, если ему негде жить. Но Соломон продолжает, если нет знания в душе, нет добра, а кто тороплив ногами, то есть кто ходит без знания, кто живет невнимательно, тот спотыкается. И третий стих, он дальше поясняет еще эту же мысль. Неразумие человека губит пути его. То есть если человек, вернемся к первому стиху, даже и богат, но он лукав в речах своих и глуп, то в итоге это неразумие погубит пути его. Но в сердце своем он будет обвинять Бога. Действительно, очень часто люди обвиняют Бога во всех своих неприятностях, при том, что духовные законы открыты Богом и давно известны. Богатство прибавляет много друзей, бедное оставляется и настоящим другом. К сожалению, здесь Соломон, тот, кто совсем недавно, еще в 18 главе, говорил о подлинном друге, говорит также и о том, что человек живет в падшем мире, в мире, который возле лежит. И поэтому даже истинный друг, настоящий друг, который, как мы помним, ближе, чем брат, на самом деле может оставить того, кто беден, того, кто нуждается. Лжесвидетель не останется ненаказанным, а неправедно обвиняющий не избежит этого, то есть не избежит наказания. «Многие лицеприятствуют царям, а всякий нелицеприятствующий бывает неприятен человеку». Видишь, как бы на самом деле, конечно, очевидно, потому что нелицеприятствующий, он неприятен, потому что говорит правду, но Соломон не говорит, что он неправ при этом. «Всякий, ненавидящий бедного брата, удалится от содружества. Добрая мысль приближается к познающим ее, и мудрый муж найдет ее. Много делающий зла приводит в исполнение свою злобу, а кто раздражает словами, не спасется». Это седьмой стих, он довольно большой, и в девятнадцатой главе синодального текста он звучит по-другому. «Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него, гонятся за ними, чтобы поговорить, но и этого нет». То есть в девятнадцатой главе, в седьмом стихе, в синодальном переводе продолжается тема бедного. В то время как в девятнадцатой главе, в седьмом стихе, в переводе Юнгерова, тема бедного начинает сочетаться с темой о нелицеприятном человеке, который раздражает словами своими. И вот так как он раздражает словами своими, он не спасется от гнева тех, кого раздражает. «Кто приобретает благоразумие, тот любит себя. Кто сохраняет благоразумие, найдет благо». «Лжесвидетель не останется ненаказанным, а кто разжигает злобу, погибнет от нее». Действительно, человек, который лжесвидетельствует, очень часто он увеличивает зло в мире. Это действительно так. Стоит помнить, что когда мы говорим о заповеди «не лжесвидетельствуй», речь не идет, например, о шутке или о каком-то педагогическом приеме, когда, например, родитель может что-то сказать ребенку, что буквально не соответствует действительности, но в данном случае может быть ему полезно. Речь идет именно о лжесвидетельствовании как стремлении к выгоде и увеличении зла и неправды в мире. И вот лжесвидетель не остается ненаказанным. Он разжигает злобу и погибает. «Неприлично глупому пышность, равно как и рабу надменное господство. Милостивый человек долготерпелив и проходит мимо законопреступных, и это составляет его похвалу». В 11 стих 19 главы в Синодальном переводе другой. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть нисходительным к проступкам». «Быть нисходительным к проступкам». Получается, человек благоразумный медлен на гнев, то есть он не торопится с оценкой. Потому что что такое гнев? Гнев — это эмоция, в которой человек восстает против неправды. Он видит нечто неправильное, как ему кажется неправильное, и этим возмущается, начинает гневаться на это. То есть проявлять некоторую даже агрессию для того, чтобы эту неправду, как ему кажется, неправду остановить. Но Соломон говорит, что благоразумие делает человека медленным на гнев, потому что нужно понять, то, что ты видишь, это действительно неправда, это действительно достойно того, чтобы остановить эту неправду. Или, может быть, ты не разобрался. И слава для него — быть снисходительным к проступкам, снисходительным к проступкам, то есть прощать. Не сразу с гневом останавливать чужое несовершенство и чужую неправоту, но стремиться к торжеству добра, а не к торжеству просто некоторой формальной правды. И иногда это торжество может заключиться в том, что мы снисходим к немощи и к ошибке другого человека. Здесь, в тексте Юнгерова, говорится так, «Тот, кто проходит мимо закона преступных, составляет его похвалу». Но надо понять, конечно же, что эти слова, мы их слышим во всем контексте, то есть это не просто человек, который не обращает внимания на всякое зло. Это человек, который не гневается по каждому поводу. Вот о чем идет речь. Потому что, естественно, Соломон не раз подчеркивает в своих наставлениях, что человек грешный, он будет наказан. Он будет наказан от Бога, он будет наказан от царя, он будет наказан со собственной глупостью. Но тот, кто пытается вмешиваться во всякую неправду и на все гневается и возмущается, он также не может быть похвален. «Угроза царя подобна рыканью льва, а благословение его, как роса на траву. Стыд отцу, сын неразумный, и нечисты обеты, исплаты блудницы». В синодальном тексте этот стих звучит по-другому. «Глупый сын сокрушение для отца своего, сварливая жена, сточная труба». Здесь речь идет о жене и о том, что она сварливая и полна в этой своей злобе нечистоты. В тексте Юнгерова речь идет о нечистых обетах из платы блудницы. Вообще плата блудницы, то есть деньги греха, воспринимаются в контексте Ветхого Завета как мерзость, как те, которые, например, невозможно пожертвовать на храм. Это, кстати, очень интересная тема, отдельная совершенно. И такая сложная, за счет каких денег может существовать церковь, какими деньгами вообще могут пользоваться христиане. Могут ли они пользоваться всякими деньгами? Действительно ли деньги не пахнут? Или все же мы должны понимать, что деньги, которые получены в результате греха и неправды, они не могут принести полного счастья, они не могут привести человека к Богу. наоборот, уводят от него. Дом и имение родителей делят между детьми, но от Господа соединяется муж и жена. «Страх обнимает женоподобного, душа же праздного будет терпеть голод». Опять мы видим, теперь же в 19 главе, что Соломон употребляет такое слово «женоподобные». Он говорит, что страх обнимает женоподобного. Этот стих отличается в синодальном переводе. Звучит он следующим образом. «Ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод». Здесь получается женоподобный, здесь Соломон говорит о ленивом. Вряд ли, конечно же, это можно непосредственно совместить, скорее это просто разные тексты. «И душа праздного будет терпеть голод». Но опять здесь речивает о том, что человек праведно не работает и поэтому не живет в полноте жизни, не пользуется благами жизни, которых сам не приобретает. «Кто хранит заповеди, хранит свою душу, а нерадеющая о своих путях погибнет. Милующий нищего дает взаймы Богу, и он воздаст ему за благодеяние его». Очень известная фраза, которая стала практически таким афоризмом, пословицей. «Милующий нищего дает взаймы Богу». Так иногда и говорят, что «дающий нищему дает взаймы Богу». «И он воздаст ему за благодеяние его». Это действительно важно, это действительно так. Но надо понимать, что это не то же самое, что вступить с Богом в рыночные отношения. Потому что человек, который дает нищему с мыслью о том, что вот сейчас я подам нищему три копейки, и мне Бог за это подаст гораздо больше, отвечая на мою вот такую щедрость, он должен понимать, что Бог с человеком не вступает в такие отношения. «Тот, кто…» То есть какова логика вообще этого рассуждения, внутренняя логика? «Тот, кто жертвует нищему, вот эта жертва, она свидетельствует о состоянии его сердца. Тот, кто жертвует нищему, он по-настоящему благочестив, по-настоящему праведен. И поэтому Бог присутствует в его жизни. И поэтому он получает дары от Бога. Не потому, что он просто пожертвовал. Может человек пожертвовать даже много нищему, но если он при этом не благочестив, если он при этом не праведен, от Бога он ничего не получит. Злоумышляющий человек много потерпит, и если будет вредить, а если будет вредить, то и душою своею пожертвует». То есть этот вред, который он приносит, он приведет его к смерти, потому что пожертвовать душой в данном случае – это умереть. «Слушай, сын, наставление отца своего, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Много помыслов в сердце человека, а совет Господень вовек пребывает». Смысл этого стиха в том, что человек, который ориентируется на свои помыслы, не может в них толком разобраться, потому что помыслов много, а совет от Господа, то есть совет, который подает сам Бог, он пребывает вовек, то есть он оказывается плодотворным, он сохраняется по жизни. Но вот этот 21 стих, он несколько отличается в синодальном переводе. «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Смысл не в том, что человек желает как-то поступить, а Бог в итоге ограничивает его и говорит, вот только то, что я позволю тебе совершить, то ты и совершишь. Потому что в таком случае, какова природа ошибок, которые мы совершаем, какова природа грехов, которые мы совершаем, получается, что Бог как будто бы это определил. Речь в другом. Речь как раз о том, что совет Господень вовек пребывает, то есть то, что Бог определяет, то есть то, чего Бог желает, то сбывается по-настоящему, то есть то имеет свои настоящие плоды. А планов в человеке может быть сколько угодно, но они несостоятельные оказываются. «Плод для человека милостыня, и бедный праведник лучше, нежели богач лжец». 22 стих звучит в синодальном переводе так. «Радость человеку, благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый». Вот здесь вот эта фраза «плод для человека милостыня», она может быть не очень понятна, и синодальный текст здесь понятнее. «Радость человеку, благотворительность его». Действительно, когда мы совершаем доброе дело, когда мы поддерживаем бедного, когда мы соучаствуем своей любовью в жизни другого человека, мы тем самым, мы, может быть, даже и не подозреваем, мы соблюдаем один духовный закон, закон, по которому, открывая свое сердце бедному, мы действительно становимся ближе к Богу, и поэтому наша жизнь становится счастливее, мы становимся счастливее. Страх Господень ведет человека к жизни, не имеющий страха, будет скитаться в местах, где и незаметна разума. Скрывающий руки свои в пазуху без нужды до рта своего не донесет их. Речь идет здесь вот о чем. Значит, 24 стих звучит следующим образом в синодальном тексте. «Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего». То есть скрывающий руки в пазуху без нужды — это человек, который вот складывает руки на животе и не хочет, то есть, ну, обычное такое, да, вот действие, движение спокойствия. И вот Соломон ассоциирует это с ленью. Он говорит, вот тот, кто вот так руки складывает, он, в общем, иногда даже ленится ради себя самого потрудиться, донести руки до рта. «Когда наказывается вредный человек, то неразумный сделается внимательным. А если обличишь мужа разумного, то он поймет наставление». Иначе этот текст звучит в синодальном переводе. «Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным». То есть наказывая грешника, ты при этом указываешь благоразумным, как им надо поступать. То есть показываешь для других пример. Если вы будете делать так же неразумно, то и вы будете наказаны. И если обличишь разумного, то он поймет наставление. То есть наказание, которое царь, потому что, естественно, книга притчей Соломоновых, это в первую очередь наставление Соломона, своему сыну. Получается так, что тот, кто наказывает человека плохого, он этим наказанием вразумляет человека внимательного и хорошего, потому что тут и неразумный сделается внимательнее. То есть тот, кто раньше не обращал внимания на то, как надо себя вести, и он задумается. И далее, если обличишь мужа разумного, он поймет наставление. И кажется, все просто. Но на самом деле в книге притчи есть и другие слова о том, что тот, кто обличает человека разумного, он приобретает исправившегося человека. То есть такой человек исправится и послушает твоего наставления. Он говорит, но если ты обличаешь неразумного непосредственно, то это может вызвать агрессию и еще худшее поведение с его стороны. Поэтому сегодня, когда мы кого-либо думаем о наказании, кого бы то ни было, о том, чтобы вразумить кого-то, нам надо подумать, как это воспринимается в обществе, как это воспринимается другими людьми, не сделаем ли мы хуже. И далее. Бесчестящий отца и изгоняющий мать свою будет посрамлен и опозорен. Сын, перестающий хранить наставления отца, научится худым речам. Ручающийся за неразумного отрока оскорбляет правосудие, и уста нечестивых поглощают суд. Для своевольных уготавляются бечи, а равно и муки для глупых. Заканчивает эту главу, девятнадцатую главу, Соломон как раз указанием на то, что тот, кто идет по пути плохому, тот, кто перестает соблюдать наставления отца, тот научается худым речам. И если он начинает жить только по собственной воле, никак не ориентируясь на советы старшего, для того уготавляются бечи и муки, потому что он становится глупым. Да избавит нас Господь от этого. Всего доброго.